Левые конгрессвумен, мусульманки Ильхан Амар и импромеда Джайапал провели свой февральский отпуск на Кубе, причем съездили они туда тайно. Формальное основание для поездки – работа с гражданским обществом и защита прав человека. Это первая попытка демократов в эпоху Байдена как-то взаимодействовать с Кубой. При Обаме с острова сняли часть санкций, но Трамп их вернул обратно. Байден же летом 2021-го поддержал протесты на Кубе, и на этом фоне отношения с Гаваной заморозились. С Венесуэлы недавно Белый дом вынужденно снял санкции, уж очень США нуждаются в поставках нефти. Теперь пришла очередь осторожных реверансов в адрес Кубы. Однако поездка двух неофициальных эмиссаров Байдена вызвала яростное возмущение республиканцев. Амар и Джайапал тут же обозвали любителям коммунизма, а республиканцы предложили им переехать на Кубу навсегда и больше не возвращаться. Левым демократкам и так достается почем зря за критику Израиля, поддержку парипалестинских протестов и погромов БЛМ в 2020 году. На колбатали в Вашингтоне ломают любые попытки проводить умную политику и всерьез договариваться с кем-то из недругов США. Пока же Куба стабильно наращивает кооперацию с Россией и Китаем. Китай уже размещает на острове разведывательную базу и тренировочный военный лагерь, создавая проблемы американцам в самом предбрюшье США. Продолжение следует...